Челленджер, стейдж, как вы назвали, new челленджер. Да, фарзы, фурия. Это команды, которые должны были вроде как проходить, но у нас что-то там пошло что-то не так. Мы с тобой и Алексей общались по поводу этого стейджа, еще когда ставили наклейки в главном меню. И я тогда сказал, что я там буду верить в команду фурия, буду допить там, понятно, что за наши команды. Фурия меня вообще ставила на 3-0, и понятно, что они меня немножко обидели тем, что не смогли вообще ничего показать. В принципе, если пройтись вообще вот так быстро, то не удивили абсолютно INTZ, которые 0-3 сыграли. Кстати, у меня тоже ставили 0-3, так что все было просчитано еще до начала этого турнира. Я еще тогда говорил о том, что, ну, скорее всего, команда, которая знает о том, что у нее будут изменения, уйдет один из самых сильных игроков, она может сыграть или очень круто, когда на ней не будет груза ответственности, или очень плохо. У INTZ получился очень плохо, потому что там 0-3, минус 36 по раундам, в общем-то, проиграли, они три встречи, хотя одну карту у Greyhound отжали, уже хорошо. Самая большая боль лично для меня – это команда Force, наверное, потому что после нашего майнера все думали, что они здесь должны без каких-либо проблем проходиться по большинству соперников. И вот у нас вообще такой один момент, он, наверное, для множества неприятен был, потому что вырезалась такая вот картина, что противостояние DreamEaters и Force, и в том числе в соцсетях это было обсуждаемо, были некоторые колкости в одну-вторую сторону между тренерами команд, между игроками, которые, особенно Force, не могли понять, как же так у DreamEaters получилось, а у нас не получилось. И, наверное, это было одно из самых интересных событий концовки Challenger Stage. Да, при этом же DreamEaters 2.0 закрыли Force off, и я ставил на проход Force off, это единственная команда, которая у меня по из семи вот этих вот коллективов, которых, да, я выбирал, это единственная команда, которая у меня не сыграла. И это было удивительно, то есть я понимал, что DreamEaters, да, это сильный боец, но в матчапе против Force off вот, ну, что-то пошло не так. Юра, что ты думаешь? Что, чего не хватило? Что вообще произошло? Почему команда, которая, в принципе, была фаворитом этой стадии? Почему она не пошла дальше? Что случилось? Почему DreamEaters их обыграли? А Юры нет. Все, вырубаем, вырубаем. Они, наверное, вот выходили уже на этот матч как команда, которая должна побеждать, потому что у них есть история, там, они уже последние полгода так хорошо себя показали, и на Майнере тоже по всем проехались, это была топ-1 команда, и тут DreamEaters просто удивили тем, что тоже были ребятами, которые не дали себя в обиду, и вообще всех нас тоже очень приятно впечатлили своей игрой. Я полностью согласен с Сашей, что действительно на Форз были, ну, скажем так, сосредоточены взгляды многих, и, к большому сожалению, команда так и не сумела пробиться в следующую стадию. Причина, мне кажется, она одна, отсутствие опыта. Слушай, ну, подожди, это хорошо, что ты вспомнил о нашем лане, но ведь Форзы же за последнее время, смотри, там, квоту выиграли туда, там выиграли туда. Леш, вот тебе знакомо, наверное, это слово, перебзделили. Понял, по Форзам закрыли вопрос, HellRaisers, вот никто, вообще никто в Пикеме не ставил на HellRaisers, в том числе, насколько я знаю, вы тоже не ставили, и я не ставил. Ты ставил на HellRaisers? Скажу почему. Сразу же отвечаю и парирую все вот эти нападки. Ну, просто там играет, точнее, команду тренирует Сергей Бижанов, собственно, ну, вот верил, что ему удастся сплотить пацановы, как-то что-то там получится. Но опять-таки же, вот это вот проблема наших команд. Ты очень часто веришь в них, а они тебя. Очень сложно обсуждать команду, когда не знаешь о том, как она вообще готовилась к этому турниру, потому что у меня были такие впечатления от их матчей, то что, ну, они, такое ощущение, слишком долго отдыхали, хотя, наверное, это неправда. Они проиграли и Фурии, и Авангар, вот, Виталити, там понятно, что они особо-то были очень удобные соперники, учитывая, что это был матч на вылет, и за то, чтобы остаться в этом турнире, в челленджерах. Ну, в общем-то, они попали под хороший каток уже в матче, как раз последним своем, и, наверное, для такой команды, как HellRaisers, было очень важно стартануть хорошо. То есть, они стартовали с поражения, был, понятно, что небольшой проблеск, но в целом, я не ставил HellRaisers, только потому, что я, ну, просто тупо не верил. Ламыч, я попал на его сессию, когда в Инстаграме задают вопрос, он отвечает, и Серега сказал, что в его, в его понимании команда находится в самой, вот сейчас в самой оптимальной форме за последние четыре месяца. То есть, я все равно, несмотря на это, я не поставил на HellRaisers, вот по ряду каких-то определенных причин, которые я, в принципе, не хочу озвучивать, но в конечном итоге вот оказалось так, что я был прав, и я как бы получил подтверждение всех своих догадок. Если пройтись по персоналям команды HellRaisers, там есть, ну, скажем так, уже не первой свежести игроки. Это что за... Это намек на кого? Ты на кого-то намекаешь? Давай без этого, давай говори, как есть. Парни, которые подустали. На самом деле, вот мне кажется, Оскару пора отдохнуть. Человек уже, ну, скажем так, в возрасте, несмотря на то, что там его назвали. Слушай, подожди, подожди, какой в возрасте? 26 лет ему? Или сколько? Ты не забывай, что такое... Знаешь, есть биологический и психологический возраст. Ну, вот психологический у него за 50, я согласен. Просто человек, ну, не то, что даже по взгляду, как ведет Санасера, он такой, какой он есть. Ему сложно находить общий язык с тиммейтами. Он, ну, скажем так, команда отдельно, он отдельно. То есть он персональный, а как персональный, он действительно сильный, но, ну, мне кажется, ну, короче, он не тимплейный игрок. Оскар, это просто вот человек, который может на себе закрыть раунд, человек, который может потом делать все, что хочешь и мешать даже больше команде, чем как-то ей помогать. Во время игры Оскар сидел и слушал музыку. То есть во время матча на лане. Притом он там альтабался и что-то там, что-то включал, что-то мешал, менял. Мы спрашивали об этом у Ламыча, Ламыч сказал, что это типа ок-ок, нормально. Это нормальная система. Да. Но мне кажется, что это настолько дико, типа, это вообще тупость. То есть ты, кроме того, что абстрагируешься ладно сам какие-то свои, у тебя пояс какие-то, какие-то свои причины, ты еще от команды абстрагируешься. То есть ты вообще у тебя нет фокуса в игре. То есть вернее, у тебя есть фокус на себе, но не на игре. И для меня это, ну, мне это дико. Ну, правда. То есть я этого не понимаю. Я действительно думал о том, что они там, например, проигрывали перед этой стадией и смогут сейчас приехать и уже, ну, как минимум пройти. Там не 3-0, а хотя бы там с 3 своих победы они добудут как-то. Но этого не произошло. И я думаю, что у нас вообще вот после этих всех событий в Берлине произойдет большой бразильский решафл, и он будет касаться не только Фурии. Возможно, там как-то и по контрактам они еще пойдут. Я не знаю, как они составлены, но уже факт, остается фактом, что и Мибор, наверное, будут себе добирать игроков, и вряд ли там они могут остановиться в ближайшее время только на КНЖ. Была же перепалка с Лешей в твиттере. Ну, как перепалка, он высказал мнение по поводу Мибор, по поводу Фейз. Не знаю, надо что-то менять. Однозначно надо что-то менять. Две команды сейчас не могут продолжать существовать в том составе, в котором они есть. Ты знаешь, Юра, у меня вот, ну, вот если еще более-менее с Мибрами я понимаю, что они просто должны взять пятого чела. Да, то есть это должен быть, я так понимаю, почему они до сих пор там не анонсируют КНЖ, то есть значит, это, наверное, не КНЖ все-таки будет или непонятно. То с Фейзами, да, то есть с Фейзами вообще там провал полный. И как вот я хотел коснуться этой темы с HellRaisers, вот мне кажется, что с Фейзами то же самое. Это уже проблема чуть глубже, чем тренер и игроки. Это уже проблема менеджмента, что люди, которые находятся в управлении организацией, да, которые находятся в управлении командой, они не понимают, кого они берут в команду, они не понимают, как работают процессы и впоследствии их решения, Фейз, опять же, HellRaisers, да, они приводят к тому, что команда не показывает результат, потому что промахи в кадровых, да, в кадровых решениях, ну и впоследствии уже это вытекает, уже там так далее и так далее, и так далее. Согласись, на этом мажоре, в принципе, карта Вертига является неким козырем в рукаве у каждой команды. Да. Каждая команда готовила какие-то маленькие наработки, какие-то интересные тактики, которые готовы показывать именно на таком крупном ивенте. И мы видели даже, что в серии Best of 3 карта Вертига несколько раз игралась как решающая. То есть вот там, когда уже стандартные карты у тебя не получаются, или ты знаешь, как играет соперник, тебе лучше уйти на Вертига и использовать ее как некий козырь. Не у всех этот козырь сработал. Ну, по-другому быть и не могло. Но все же, действительно, Вертига набирает обороты. И я думаю, мы эту, кстати, карту еще увидим. Саша, ты смотрел оверпасс против Ликвидов? Да. Авангард, да? Да, причем было видно вообще даже невооруженным взглядом, глазом, что очень жестко Авангар именно эту карту подготовили против Ликвид. И это потом подтвердили слова тренера Достана, который вышел, сказал, да, мы посмотрели чуть ли не 20 оверпассов Ликвидов. То есть мы практически в каждом раунде знали, вот как они начинали, например, со своей раскидки или с поджима какого-то из спотов. То есть они уже понимали, какой раунд может там готовиться команда Ликвид. И это было видно. Вообще, мне дико понравилось то, что вообще не было там никакого респекта на сервере команде из Америки. То есть проглядывался такой очень уверенный буст от Авангард. И я думаю, что сейчас самое время извиниться. Извинись. Да, да, да. Я извиняюсь, потому что я думал, что, ну, наверное, это будет или 0-3, или там одну карту они у кого-то отожмут. Но вот этот матч против Ликвид, он показал, что, ну, скорее всего, дальше они тоже пройдут. У нас была там какая-то драма вообще очень сильная. И в том плане, что, и как, например, Мауза вчера они вышли, проиграв две карты на допах Ликвидом. Это просто, ну, это вот, это я не знаю даже, вот, я даже приблизительно не могу представить состояние Керригана, Робса, чуваков, которые, ну, действительно уже опытные скилловые, как они просто отлетели. Это боль. На самом деле, вот, я сейчас смотрю на всю эту таблицу, вот, команды, которые прошли и команды, которые вылетели. И самая большая боль у меня в сердце, это Мауз Спортс и Крейзи, наверное. Хотя, понятно, Крейзи играли против Нави, но так случилось, что эти команды показали действительно хороший контр-стайк. Но в легенды они не смогли пробраться просто потому, что где-то проигрывали до этих финальных встреч. И я не жалею никого, то есть, мне не жаль, там, NIP, North, Фейсклан, Мибор, G2 где-то, да, они тоже там себя показали против Норс тех же или Нави выиграли на Нюкен. Но вот Мауз Спортс и Крейзи, да, это те команды, которые достойны были, чтобы пройти в топ-8, но здесь не получилось. Юра, твои впечатления по вчерашним играм. Ты смотрел Нави вчера? Да. Не понравились мне пацаны вообще, в принципе, как и на протяжении всего турнира. Ну, не знаю. Слушай, ну давай, объективно говоря, ну честно говоря, давай посмотрим на то, что G2 они проиграли на допах и Маузам они проиграли тоже на допах. Я говорю про игру. То есть, игры как таковой моментами не видно. Действительно, у них вот, ну есть два супергероя. Это Electronic, это Simple и моментами хватает включения хотя бы одного из них, когда зажигают двое, но остановить команду очень сложно. Слушай, ну на Inferno вчера Simple в какой-то момент шел 3.7 или 3.8. Его не было, да. Его не было на протяжении начала первой половины, потом Саша включился и действительно начало что-то получаться. Они закомбетчили, дальше все было. Опять-таки же, закончил Inferno, у меня по-прежнему были огромные сомнения. То есть, вот карта Nuke после того, что я увидел в игре с Mousports, ну, не знаю, очень неоднозначно. Да, там не было ZEVSA. Там катастрофически не хватало Дани, это в матче против Mousel, но... А у меня все было наоборот. То, что было с Crazy, это просто было в одну калитку. Это уже, вот знаешь, это была команда, которую, у которой все получается. Это была команда, которая круто стреляет, которая круто взаимодействует. Там не было выделений. Вот мы видели единый целый какой-то механизм, который идеально отрабатывал по команде Crazy. Как бы круто не стреляли Crazy. А на протяжении всего ивента парни доказывали, что, ну, стреляться с ними очень опасно. Не, ну, на Nuke, простите, но там не было команды. Они бегали, и там было видно, что они полностью, простите, обосраны. И там ни о такой стрельбе не было речи вообще. Да, ну, Леш, ты не забывай, что, если посмотреть на предыдущие матчи команды Crazy на карте Nuke, а их было 10, они достаточно часто играли конкретно Nuke, и винрейт был что-то порядка 83%. У Na'Vi было сыграно две карты за последнее время. Одну они проиграли на допах, вторую выиграли. Я смотрел, там у них 9 карт они сыграли за 3 месяца, и 8 выиграли по Nuke. Это у Crazy. Но опять же, ты же понимаешь, какая стадия, и ты понимаешь, что карта Nuke это карта скилловая, и такая команда, как Na'Vi, которая сосала 10-12, простите, на Inferno, и у меня не то, чтобы глаз дергался, я вообще думал, что я там просто завернусь. И после того, как они вытащили, я уже понимал, а еще больше я понял, а сегодня Саша говорил об этом. Вчера, я не знаю, обратил ты внимание или нет, девушка в форме Crazy с надписью Nexa подошла к Nex, и что-то там она ему целовала или шептала, я сразу, я с Золотаревым смотрел игру, я сразу ему сказал, Женя, женщина на корабле, быть беде. Все. Я говорю, сейчас в салат просто их вынесут ногами вперед. 16-4, откусите. Так, минутка сексизма, мы осуждаем. Нет, это не сексизм, не-не-не, это ни в коем случае, поверь, я... раз мы просто заговорили о подходах, то после второй карты, после Инферно, там вроде как Эсперанто подходил к Нави и говорил, что там все, конец, как бы вас не будет уже на турнире через 40 минут. То есть он был уверен, что у них все будет хорошо вообще там получаться, но мы знаем, счет на лицо 4-16, и я после Инферно сказал, что будет салат, салат произошел. Симпл, например, он не может играть так вот тихо на протяжении всех карт. То есть он должен был взорваться, и это был нюк как раз-таки. Ну, там все, в принципе, хорошо играли, а что касается вообще в целом, ну, первая карта, ну, там безликие Нави были. Я вот очень хотел выделить команду Крейзи, потому что то, как они играли как в атаке, так и в защите, это заставляет задуматься о том, что вот у нас наконец-то появляется... Да, это ребята, если взять по персоналиям, они очень большие задроты. То есть это не то, чтобы они какие-то там чуваки, которые непонятно откуда взялись, там, да, где-то год назад о них никто не слышал. Все играли, там, тот же летний, там, Хантер, который постоянно писал, что он хочет быть таким, как свой двоюродный брат Ника. И вот у них уже начинается что-то вот. Они действительно вот выступили здесь как команда. Раньше они были как микс онлайн-чуваков, которые кого-то обыгрывали, приезжали на турниры, тоже напрягали, но в итоге звезд с неба не хватали. Сейчас это совсем другая команда. Самое главное. И Инферно — это электроник, нави на этом турнире, это электроник. Я считаю, можно, конечно, выделять там многих ребят, Зевс может отыграть хорошо, хотя у него были и провалы. Бумыч, что вот ваше личное наблюдение? Потому что мне много достаточно пишут по поводу Кирилла, что, мол, он был плох, он не вписался, он якорил. Ну, как по мне, вчера в его игре была только одна ошибка. Это он плохо проверил лифт на мираже, кинулась флешка, он зашел, проверил ее очень плохо. То есть, ну, это был косяк, вот такой вот прям такой косяк. Такое бывает. Пока Кириллу нужно больше играть, нежели говорить. Вот. Вот это мне было бы намного приятнее наблюдать. И вообще, в принципе, нави было бы легче играть, если бы... Я понимаю, что он поднимает там мораль, он постоянно в интервью разговаривает довольно открыто. Он начинал вообще свое шествие по команде нави, в команде, вернее, нави тем, что заявил, что они съедят там, уберут команду остались. И он, вот было вчера интервью, он тоже сказал, что я бы хотел с Астралису увидеться уже в полуфинале. На самом деле, нужно смотреть, как говорится, в завтрашний день. Ну да, там еще энергия. Энергия, да. То есть, они должны сначала с ними справиться. Там Цевелин один может закрыть Бумыч, а съесть его. Светилин Димитров, да. Он свою работу делает, это видно. Видно, что он помогает колить, когда не получается у Зевса. И это сами тот же Флейми подтвердил, и Электроник об этом говорил, что если нет идей у Зевса, то Бумыч помогает. И плюс Флейми, например, Бумыч ему на одном пленте, потому что Флейми — это солдат. Это игрок, который подстраивается по своего тиммейта, а Бумыч как раз-таки это тот человек, который ведет за собой. То есть, он лейтенант. И у него получается этим лейтенантом быть. Ну, иногда бывают провалы, но он еще притирается. И стоит еще всегда, ребята, если вы будете Бумыча критиковать, помнить о том, что сколько он официальных игр сыграл в составе Na'Vi. На самом деле, еще мало. Ну, знаешь, так вот сразу прийти и закрыть все то, что делал Ваня, непросто. Это факт. Кирилл, мне кажется, пока что достойно справляется. Юра, смотрел ли ты за Ренегейтс? И как ты думаешь, какие у них шансы против Фэнса? Ну и, соответственно, также можешь цеплять и Виталити с Авангара. Короче, вот на самом деле, то, о чем мы, наверное, забыли поговорить, это про Финову, у которых будут изменения в составе, которые уже... И которые закончили группу 3-0. Да, которые подписали с Ани, которые, ну, было много всяких разговоров о том, что как так, что это за прикол, в чем, зачем менять игрока, если ты едешь с ним на мажор. Я тоже не вижу в этом логики, для меня это также изначально казалось проблемой. На практике финны доказали, что нифига это не так, и даже вот с тем, что есть внутри команды, а именно пониманием того, что уходит один из ключевых игроков. Команда продолжает показывать результаты, и, по сути, достойного сопротивления финны так и не встретили. Я так понимаю, ты ведешь к тому, что у Ренегейтс нет шансов против Энса? Нет, я веду к тому, что кто-кто, а вот австралийцы еще могут удивить. Интересная ситуация у Ренегейтс и Энса по поводу маппула, потому что у Ренегейтс не очень круто все против именно этого соперника. Придется играть какие-то свои карты, которые они или мало играли на этом турнире, или вообще не играли. То есть, или выйти на оверпасс, ну, который они вряд ли возьмут, учитывая, что они вычеркивают его в 99% случаев. Или нюк, или даст 2. по силе команд, по раскладам, и у меня было такое ощущение перед турниром, что Ликвид не выигрывает мажор, да, и сейчас во время группового этапа это еще более усилилось, да, и я теперь понимаю, что ни Астралис, ни Ликвид гарантированно не выигрывают мажор, потому что есть те же Энсы, которые, да, там сейчас не ощущают, или те же есть Энерджи, которые очень круто прошли групповой этап, в том числе обыграв Астралис, смогут ли, вообще, кто в этой паре победит, Астралис, Ликвид, это, наверное, ну это фактически там где-то в какой-то параллельной вселенной это репетиция гранд-финала, да, возможно, но к счастью, наверное, и для нас в том числе ребята встречаются в четвертьфинале. Короче, я за Ликвид. Ты думаешь, Ликвид победят здесь? Нет. Нет, говорите, ты думаешь, что победят? Нет. Я за коней, я не уважаю американский Counter-Strike, я считаю, что этот, эта часть нашей планеты замечательной не умеет в него играть, несмотря на то, что Ликвиды там последнее время прям как с цепи сорвались, и дикие, просто реально дикие, их доминация была ультимативной. Тем не менее, я считаю, что Navi должны проходить NRG, хотя я посмотрел на то, что Цевелин там ставил, особенно его Ace на трейне, это просто в атаке на Эко он там такое вытворил, то есть это вообще нереально. Есть такая штука конкретно у команды Navi, вот у них есть некое психологическое преимущество над коллективом, вот тогда их сложно остановить, а вот именно над NRG, мне кажется, это преимущество все-таки имеется. Зев сказал, что если каким-то чудом они дойдут до финала, то они его не проиграют. Это слова капитана. Слушай, сколько они финалов проиграли до этого? Три, да, по-моему, всего? Ну, в истории Navi было три финала Мажоров, да? Если я не ошибаюсь. Или два, или три. Представим, что я не фанбой Navi, я вижу Navi в финале. Смотри, финал Energy против Renegade. Не, 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 не. Боже упаси. Не, финал будет Navi, Vitality, вот я больше склонен к этому. Или победитель Astralis Liquid против Vitality, мне кажется.